Чехословакия Шестой Кучера, третий Гудас. В нападении играет 25-й Елиник, 20-й Пивонько и 13-й Землечко. Гудас выступает за финский клуб Ювес Кюля. Кстати, он единственный приглашен в команду из тех, кто выступает в Европе. Не в Чехословакии, а в Европе играет. Приятные у Чехословакского тренера. Такие лиги. Вморщайбу у Татаринова. Замачивайся, но не бросай эту встречу. Ну, а скорости на время. Послезавтра наша команда выйдет на очередной матч. На матч с командой Швеции уже в Монреа. Все. Много будет зависеть от результата сегодняшней игры. У нас играют его. Ягар и 16-й Ручинский. Вот обратите внимание на трех игроков. Чехословакской команде. Это Ручинский, 16-й номер. 23-й номер Палкин. Еще не выходил на лед. И Шелекер. Защитник 24-й номер. Вот тут бросок. Замачивается. 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 Наверное, сейчас вот на пороге сентября очень много будет зависеть от того, в какой физической форме находятся игроки. Возможен такой вариант, что кто-то кого-то перебегает. Замачивается. 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 Это Филимонов уже появился на льду. Шайба у нашего защитника. Передача. Бросок поворотом. Легко очень справляется. Гашек. И шайба у Чехословакской команды. Мухер. Гордиюк. Вышли у нас на лед Гордиюк. Гутаев. У Ковалента нет. Еще рано. Еще 30 секунд нашей команде играть теперь, вернувшийся в национальную команду. Кравчук. Сашатонов. Гордиюк. Гордиюк. Замачивается. И вот выходит налет на шестерковых кайдаров. так что полностью пятерка на льду и в нашей команде. Прохоров чуть-чуть не точно. Продолжение следует. 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 игроков я пока насчитал и не пока 10 игроков то есть половина команды за защитник выбросок это миронов атаковал и контратака команды чехословакии палки ломахин и назад можно было сделать передачи назад защитнику филимонову он был свободен и там заводился по моему шаевой кто-то игроков это был кальченюк и в общем-то момент для продолжения атаки был потерян гордиюк гордиюк бутаев и коваленко это тройка нападающих бросок коваленко атаковал 39 секунд сыграли команды в первом периоде пока 2-0 выигрывает чехословская команда вот такой страсть и на этой мощи пока это уже гусаров 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 гордиюк ягар а гусаров Якшев, по-моему, не играл. Он самосознанный был состав нашей команды. Финал тогда выиграл в Борной Человакии и Канады. В 81-м году наша команда выиграла этот турнир. Причем в финале Канадов буквально разгромил по счетам 8-1, а финал стоял всего лишь в этом матче. И вот после этого решили организатора этого турнира, что нет, что был в этой сборной, СССР. В общем, все, тренеры наши команды считают нормальным. Как-то быстро очень вошел в состав автоматы Федора. Пивонька. Внегрой готовилась наша команда к этому турниру. Димак. Ах, зря я, мне кажется, дотронулся. Это выступавший за сборную Чехословакии. Это где-то в 80-х годах Ярослав Вальтер играл в то время за клуб Польди и Склада. Вот выход один на один, братцов. Да, прекрасный был момент у нашей сборной. Выйти вперед в этом матче. Выходил один на один, по-моему, Жамнов. И вновь команду выручил заменик Гашин. Удаление сейчас Чехловатской сборной. Тару Чинский покидает лед на 2 минуты. Молодой Тагиев, который еще в этом сезоне выступал за сборную юниорской Чехословакии. Да, хорошо сыграл Гашин. Ну, с такой, знаете, фигурой хорошей, крупной. Вратаются прекрасными и танками. Да, Жамнов мог отличиться. Вроде бы все делал правильно, но я опять разгадал, мне кажется, намерение нашего нападающего Тонио Мингашин. Чистое преимущество на стороне сборной Советского Союза. Пятерка Жамнова у нас осталась на льду. Малахов бросок попадает в нападающего. Вот хорошая позиция, Жамнова. Передача, бросок будет или нет, надо, мне кажется, было снова бросать. И теперь уже оставить шайбу Чехословатской. Пять хоккеистов сборной Советского Союза будут играть против тройки игроков сборной Чехословакии. Пять хоккеистов сборной Советского Союза. Равчук, бросок. Молодец, Гашек. Еще один бросок высоковато. Входим у Саева. Придется назад с всей пятеркой отойти. Козлов. Но это в чисто профессиональной манере уже действует. Гашек. Пятерка, пятерка, химака что-нибудь придумает. Придумает. Пучерок, паталцевый, альбинцы, 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 альбинцы. Допомоку, и Ягару. Миронов. Тимак. Татаринов. Шок. Мощный. Шайба. Еще один бросок Татаринов выручает Гашек. Очень хорошо играет. Шайба остается в зоне Славатской команды. Вот опасный момент. Не попадает в ворот. Внимание, приветствую тех наших игроков, которые выступают в РХЛ. Пивонько и Буцаев там на вбрасывание. Торопится Пивонько. Придется. Да, вместо него стал на вбрасывание другой игрок. Это землячка. Коваленко. Придется отдохнуть две минуты. Судей сборной команды, тем более мы не видели, как она проводила товарищи матчи с командами из Финляндии, Швеции. Здесь две игры с канадской сборной. Я не думаю, что слова канадской сборной. Так что вот нынешний состав удалось ее обыграть в втором товарищем матче. Вехи технологии, конечно, сказывалось. Надо вести в Гарстону соперника, чтобы он не опомнился во время уже официальных встреч, чтобы, выходя на матч, ее побаевало. Ну, в этом случае пока не очень убедительная игра нашей команды. Ну, солюции не будет, потому что здесь не строго. Главное, Чехловакия атакует. Шлягар. Будар. Кучера. Вот теперь расположилась чехловатская команда и твердо очень контролирует шайбу. Будар. Будар. Удаление. Малахов покидает лед на две минуты. И, по-моему, в команде Чехловакии тоже удаление. Здесь была все время борьба на пилоске перед воротами. 25-й номер это Елиник. Нет удаления. Нет в команде Чехловакии. Или будет. Я смотрю, калиточка открыта. Елиник все-таки направляется на самиху штрафников. Так что четыре игрока составят чехловатской сборной и трое в нашей. Четыре минуты 29 секунд. Еще сыграют Аманды в первом периоде. Пока 2-0 выигрывают чехловатские хоккеисты. Ну, поскольку удаление обоюдное, простите, вы знаете, ошибся. Я обоюдное удаление. Пятерка какие-то сборные шпыраки и четверо у нас играют. Все, азарав. Продолжение следует. Королев. Сборный Советского Союза в полном составе уже играет. Вышел на лед Коваленко. Закончилось его штрафное время. Матча защитник. Королев. Это Пираник. Пробросил шайбу в зону сборной Советского Союза. Шлягер. Семак. Нет, не отреагировал на это падение арбитр матча. Вот вы, как с воротом. Решил до конца все-таки идти в колник. Обыграть защитника Татаринова. Матча защитник Татаринова. Семак. Там много все-таки вот таких простых ходов очевидных совершенно в действиях в Бонной Советского Союза. Поэтому так легко, мне кажется, и справляется товарская команда. Татаринова. Коваленко. Пока наша сборная проиграла 2-4. И в общем-то, никаких претензий со стороны тренеров. Да и, естественно, для хоккеистов не было в Врохарю. Филимонов. это или нет проводят шаретью шайбу 3-0 и сборная чехословакии выигрывает я только хотел сказать о том что в окнаше надо было повнимательнее играть в обороне потому что контратаки очень опасно у команды и чехословакии а вот здесь опять был марьин без помощи ничем не смог помочь команде вы знаете вот интересная такая вещь вроде бы не обменишь его марьина в том что заброшено пришло и в то же время в общем пока зал кипер не выручил свою команду а 19-й минуте первого периода сборная это проигрывает уже 0 3 0 2 еще ничего было можно было так сказать спокойно реагировать на этот результат потому что это хоккей и события могут моментально изменить устроить одну шайбу забрать а 3 0 это уже мне так представляется внушительное преимущество чехословакской команды очень и очень долгим вне игры было у Прохору ну пока арбитр не останавливает третий партнер сколько шайба у цехловакской команды аручинске фёдоров кассатонов можно играть да видно освоился заменец гашин 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 в национальной хоккейной лиге очень уверенно действует в воротах а вот этот хороший 24 номер защитник у команды чехословакии молодой очень цепкий хорошо катается на коньках на позицию хорошо выбирает его просто очень трудно бывает в этом случае я пока не видел что кто-нибудь из наших восхитивистов сумел уйти от единоборства с ним Кравчук и так сериана закончился первое период якорь пустил это раз Упустил в среднюю зону шайбу Кравчук. Как на то у нас. Ну что, сейчас хода будет, сейчас наверное по ходу матча будет смена в составе сборной Советского Союза. Так немного задержал, по-моему, пятерка Фёдоров на льду. По-прежнему центральный нападающий Фёдоров шайбой. Передача вдоль ворот, мне там очень внимательно следили за перемещениями Касатонова. Он там очень важен. И вообще мне так представляется, звук всё-таки поклонники канадского, прежде всего, хоккея. Появление в финале сборной Советского Союза. Команду Канады, конечно, этот финал им представляется. Наша команда играла в первом периоде пятером против трёх хоккеистов. Касатонова с сборной ничего не смогла сделать, так и не забросила шайбу. В общем-то, обидно, конечно. Хайдаров. Это Гуда отправляет вперёд нападающего. Бросок в воротах, нет, стартка не последовала. Молодец, Сталенков всё-таки затянулся до шайбы. Сейчас могла шайба даже от конька Сталенкова оказаться в воротах. Но он просто не видел её, занимал своё место. Выручил команду. Успел всё-таки там выбить шайбу соперника. Вот, браток. Нет, Гашек. Очень много. Конечно, это уже остается очень-очень вельно. Ну и за счёт паузы, я скажу, остановок достаточно много было в игре в первом периоде. Леронов. Хорошая передача. Проводит четвёртую шайбу. 4-0 на третьей минуте второго периода. Очень здорово, вы знаете, всё сделали. Вот, посмотрите, вроде бы и наш защитник так занимал правильную позицию. Прикрывал один угол, не давал возможности сделать передачу. Но бросок хороший был, и Сталенков ничего не смог сделать. 4-0 сборная Числовакии выигрывает. Смотрю на тренеров нашей команды. Просто, вы знаете, растерянные. Ну там Юрзинов так продолжает ещё жить на скамейке запасных, а Виктор Васильевич Тихонов совсем... Ну не то, что не участник, тогда крупно проиграла наша команда, по-моему, 7-1. Вот тогда мог быть счёт 3-0 после первого периода. Может быть и больше. Но в последнее время действительно просто не припомнил. Так что одного игрока больше будет оставить сборную СЖС. Но сейчас самое главное, чтобы мне кажется, вот в этой ситуации не растеряться. Ну вот, как-то что-то должны предпринять эти 20 тысяч долларов за второе 80 и за третье место 60. Ну, как такового третье место чисто не определяет. Очевидно, команды, которые в полуфинале проиграют, получатся каждого 60 тысяч долларов. КОНЕЦ ИНОВ�� Припрома Тает Speed Wolf Встреча с шайбой толпы очень возятся в своей зоне наши игроки. Через 40 секунд пятый игрок выйдет в составе команды Чехословакии Касатонов, Хайдаров. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Чехословакии Касатонов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Проброс. Чем располагает. У меня уже суперспективы какие. Я думаю, что у нас все будет время. Современно. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Просток. Третья. Клон. Это Козлов. Встреча с шайбой толпы в составе команды Чехословакии Касатонов. Сборная Чехословакии атакует бросок. Еще один бросок, опасный, очень опасный, там и на добивании идут хорошо, в Числовакии игроки это кучера, защитник оказался около ворота. Все, азарат. Продрос. Что сделал на поворотах между Соленковым во втором периоде, ну, однажды, что я бы побывал в ворота. Опять контратака. Райкел. Удаляем защитник. В меньшинстве наша команда остается. Я видел. Правда, вот повтор был, сейчас, опять не разглядел нарушение правил. Ну, ладно, поверим в этой ситуации арбитру, тем более, что и не протестовал сатарин. Значит, что-то там было. Удаление теперь в команде в Чехословакии. Идет реклама. Канаду, поэтому мы говорим не только на Канаду. Вот я уже говорил о том, что идет там связь с Чехословакией. Ну, в основном, конечно, канадцы уже действованы в том, что на территорию показывают рекламу. Такие уделяется большое внимание. Это реклама во время таких взятий. Самая эффективная, что в развитии. Малахов. Доминик Гашек. Хорошо, очень хорошо, надежно играет сегодня. Не уверен, значит, по той причине, что он ненадежный в Росаде и москва его знает. Бросок, еще один бросок и опять Шайба у Гашек. 22 броска уже отразил Гашек в сегодняшней встрече. А в бросоне средней зоне. Казатонов. Козлов. Вы обратили за внимание по четыре игрока в каждой команде. Федоров бросок. И успевает накрыть шайбу Гашек. Хороший был проход Сергея Федорова. Очень. Мощно я так прошел и корпусом шайбу хорошо закрывает. В тангу шайб попало. Выиграй шайбу, Федоров. Да, вы знаете, помог, во всяком случае, Козлову завладеть шайбой. Но там предстояла еще борьба. Кравчук. 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 Ягар. У сборной шайбой вообще еще мощнее могла быть команда, если бы они согласились выступать в Петр Счастный. Он, кстати, имеет двойного гражданства. Если вы помните, ну, может быть, поклонники им такие состажены, состажены, те, кто увлекаются вообще. Ну, может быть, я же статистиками помню, я помню, что в 1984 году счастно выступал на Кубке Канады в составе из Божьей Канады. Вот он не играет, не играет, не играет Петр Свобода из Монли Аль-Канады. Нет еще одного профессионального хоккеиста, молодого игрока, холик. Максимальная информация. Только штрафное время и кто забросил шайбы. Ну, есть еще кто кому помогал, кто присутствовал на льду, когда пропущена шайба и когда она заброшена. Ну, нет даже бросков, количество бросков с поворотом. И здесь на табло, хотя оно стандартное в этом дворце спорта, тоже не отражается, сколько количество бросков с бросков произвела та и другая команда с поворотом. Будут, да, удаление. Обоюдное удаление. Будут и Хайдаров, по-моему, у нас не удален. Да, в средней зоне. В неполных составах играют команды только по четыре игрока. Татаринов, Житник, Симас и Королев в нашей команде. В сборной Чернословакии играют Кучера и Шалякова в обороне. А в нападении 25-й номер, Еленник, и 20-й номер, Житник. Удаление будет удаление в команде Чехословакии. Опасная игра была высокоходистой клюшкой. Но если сейчас разбили там пистолет, то может идти 5-ти минут на удаление. Надо подождать. Ну, такой откровенный удар защитника Шлягра. Симас и Королев в нашей команде. Симас и Королев в нашей команде. Отбросить. Кравчук, Касатонов. Проток. Опять на месте оказался в доме Минкаши. Проток. Успел Прохоров откинуть шайбу Кравчуку. Ну, хорошая позиция. Бросок. Чуть-чуть поточнее. Никак в свор ворот нормально, в общем-то, не попадут. Еще один бросок. Чуть-чуть поточнее. Все здорово. Успел Кравчук прикрыть зону. Назад. Касатонову. Все здорово. Кравчук. Бросок. Еще один бросок. Ну, не получился, может быть. Кравчук. Ну, надо же так, а. Вышел на лет Хайдаров. Вышел Гудас и Хайдаров. Нарушил правила. Подставил клюшку. Думал, что арбитр не обратит на это внимания. И чтобы у команды сейчас играют. Ну, по-своему, скажем, что выделить пока. Вот, как-то, и есть. Ягар. Бомакин. Бросок. Ну, пока навесной такой бросок получился. Клюшку успел защитник поставить. Шабина даже через Гашиха. Перелетела. Жомнул. Просток. Ну, все, вы знаете, что вы против фонусы. Сильный бусарок. Проверили, что он плохой. Проверили, что он решит. Бесаев играет партнеров. Филимонов не точно. Подстраховался Бусаров. Уже нахар, откатился. Харон. Зрение, мне кажется, получше всех оказалось у Гусаров. Потому что как-то теперь растерялись. Не видели, где Шайба находится. Харон. Гусарк. Томак. 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 Татаринов. Томак. 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 Да, но ничего не сумеют сделать, наверное, остается мало времени. Через 25 секунд в полном составе будет играть Чехословская сборная. Шлядер выйдет на лед, астраховым он был напомнил на 5 минут. Сразу в это время одно удаление было и в сборной. Да. Хорошо. 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 По-моему, что сайдут, а еще слава от этой команды. Пача. Вторая колчала передачу, но Ягова неудобно было бросать Чуть-чуть замешал, собрали у него шайбу Ликвидировали нашу защиту Острую ситуацию Батян Просок Просок Вот интересно, особенно во втором периоде Ведь ни одной такой острой контратаки Да вообще это вот тройка, говорю, Буцаев, Коваленко Меньше всех проводит времени на льду Буцаев Буцаев льду Пивенка ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦКИ Проброс будет. Характер игры, мне кажется, начинает уже раздражать. Прохоров. Прохоров. Последние секунды периода. Да, это «Сирена». Закончился второй период встречи. Американцы выиграли со счетом 6-3. И это, соответственно, максимум усилий приложить для того, чтобы попасть в четверку сборной Советского Союза. Ну, я думаю, прежде всего, вот такая. В той встрече в Монреале встретятся неудачники стартовых матчей. Розыгрыша Кубка Канады. Казатонов. Шайба и передача. Это козлов. Бросок. Не доходит. Шайба даже до вратаря Доминика Гашика. Лучший, без сомнения, составе четвертой команды сегодня Доминик Гашик. Впрочем, наверное, как и вообще на всех турнирах, на Кубок Канады будут проявляться лучшие игроки после окончания каждой встречи и в каждой команде. Доминик Гашик. Ну, прям-таки, третья защитник, мне кажется, в составе команды в Чехословакии. Вот, что значит, год он провел, по-моему, в Национальной Хоккейной Лиге, но все-таки игра его изменилась. Шалинков. Ну, напомню, что со второго уровня переезжает из одного города в другой. Вот сборная Советского Союза простоит играть и в Чикаго, и в Торонто, и в Гамильтоне, и в Лепеке играет наша команда в Монреале. Ну, в общем-то, она группа, кроме самих, уже достаточно сплошные перелеты. Ну, я думаю, что не очень легко и журналистам отвечать эту турцию. Идем, Личкан. Пивонько. Ну, так, простое очень решение принимает. Просто бросит шайбу в зону из формы Советского Союза. Татаринов. Как неудачно играет. И там затаился нападающий бросок. Замахивается. Елиник. Ну, кстати, вот на счету тройки Елиник. Экспирин. И думал, что уже это третья заброшенная шайба. 5-0. Сборная Советского Союза проигрывает. 5-0. Вот, действительно. Ну, не помню я такого случая, чтобы сборная СЖС так крупно проигрывала. Не помню. Ну, сейчас, вы знаете, бросок был нападающий. Шайба в конек попала нашему защитнику. И оказалась в воротах. По-моему, это на Елиник бросал. 0-5. Это просто разгром уже. Не Елиник. По-моему, Пивонько. Давайте послушаем объявление. Здесь, в авце спорта. Да, Пивонько забросил пятую шайбу. На второй минуте. Да, настроение, прямо скажем, неважное. Очень неважное на стопейке. Запасная сборная Советского Союза. Мехик. Миронов. Шайба вышла из игры. К тому же, еще пропустить свои уже пять шайб. Филимонов. Гордиук. Не дотягивается до шайбы. Каваленко. Правда, соответствует норму. Гордиук. Гордиук. Очередная пауза. Реклама идет по канадскому телевидению. Это корон нападающей чехоспалатской команды. Иван Глинко, наставник сборной Чехословакии. Вы знаете, ну, я не сказал, что на рискованный шаг пошел. Ну, пошел по пути, вы знаете, оставить команде тех, кто ему пригодится на Олимпийских играх. И пригласил еще тех, кто играет в национальные токейные коллеги. Причем половина одних игроков, половина других. Наши тренеры как-то предпочти костяк команды оставить тех, кто предположительно будет выступать на Олимпийских играх. границы, Ватонов! Гордиук! Гордиук. И гудость выбрасывать шайбу из своей зоны. Касатонов. Не готов, мне показалось, Федоров был к приему шайбу. Давай, как он. Набрасывал шайбу на ворота за Сатонов. И атака сборной Чехословакии. Мусил. Несколько, мне так сказал, суматошная сейчас идет игра. Не получается ни у той, ни у другой команды. Ошибок достаточно по перешайлу. И в средней зоне, я уж не говорю, что в зоне соперника теряется шайба. Еленек, браток. Драссов, поворотом. Очень опасно разыграли шайбу наши соперники. Шайба прижата. Киев, Виквиново, соперного родного Борока Иванова. Нагодонцы. Малахов. Меронов не точно играет. Выбрасываем. Девятый номер на ваших экранах. Он за клуб Нью-Джерси Тэвилл сыграет партнера Алексея Касатонова. Алексея Касатонова-Светисова. Полный. Гуда. Вот я наблюдаю так за Филимоновым. Терловатым играть еще. Вот на таком уровне тяжеловатым еще. Не справляется. Так перспективный, без сомнения, защитник. Но силенок еще не хватает. И борьбу даже поигрывает защитник. Хотя, с хорошими английскими данными, высокий такой мощный модуль для его подорона. Вот он, шайпер. Мехлик. Вот я двадцать четвертого номера защитника команды Чесловакии пока составил не вижу. Никто может не обратил внимания. Но вместо него пока вместе с Мехликом играет смехлик. Но он со сильным номером. Вообще составил команды Чесловакии только семь защитников. На этом форме. Продолжение следует. ПОДПИШИСЬ! 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 Игра идет в обеих командах тростов. Прекрасно. Прекрасно. Яков. Он играет за фейсбург Пингвинс. Вы знаете, команда, которая выиграла кубок в Бенли в прошедшем сезоне. Нет, все-таки. Бираник. Теперь у Шайба у нашей сборной. Ну, может быть, что-нибудь будет. Втроем против двух защитников вышли чехословатские хоккеисты. И что? Бираник. Отстается шайбу у сборной Чехословакии. Нет, только нападающий наш на помощь игрокам обороны все-таки удаётся перейти в игру в зону сборной Чехословакии. Малашов. Просток. Где-то буквально в щитах. Долго, очень долго хоккеисты готовятся. Гальченюк. Бросток. Гол. Жамнов наконец-то проводит первую ответную шайбу. 5-1. В пользу команды Чехословакии. Это находит десятая минута заключительного периода. Одну шайбу всё-таки провели наши хоккеисты. Ну, здесь вот молодцом себя показал, по-моему, Хайдаров. Нет, Гальченюк. Это он прошёл за ворота команды Чехословакии и взял передачу затем уже Жамнову. Анизу, он дальний угол бросил Жамнов. 5-1. Ну, трудно было вообще поверить, что так ничего и так и не забросить ни одной шайбы. В сборной СССР. Лару из команды из Соединённых Штатов Америки. Кстати, он обслуживает матчи национальной хоккейной лиги с 1988 года. Заметовое место для провёл международных встреч, но видимо опытный, в общем-то, арбитр. Куда? И Гусаров-Шайга. Сразу одно катание, да, передача. Так, и его. Ну, вот на такой узкой площадке, наверное, по меньше размеров, профессиональные размеры у него. Конечно, тяжеловато мне, кажется, действовать в Горнице СССР, с её манерой такой широкой. Успевает перестроить игроки обороны, да и нападающие в Горнице СССР очень входит в оборону. В общем, как-то солидно, хорошо выглядит всё начало с этой командой. Это Козлов-Шайга. И назад защитник у МОСа было сделать передачу, но опоздал. Времени нету. Капитан нашей команды, Кравчука, бросать в фон до финальной сирены. Ну, в предварительной части не предусмотрено ни дополнительное время для выявления победителя. Я не вижу дополнительных конференций, но, например, дополнительный период даже целиком. Это предусмотрено только в полуфиналах и в финальной серии, которая, напомню, будет из трёх матчей тот в их победу. Убрасывание. Татаринов. Бросок. Борьбы всё-таки много-много борьбы. К сожалению, наши нападающие, они хотя и привыкли, в общем-то, но всё-таки уступает, мне кажется, в виде напорства командир Чехословакии. Прежде всего, он нападающий. Татаринов. Бросок. Тяжёлая была шайба для Михаила Сталинкова. Бросок. Ручинский бросал поворот. Двадцать. Третий номер. Это Палки молодой, нападающий уровень на две минуты. Насколько арбитрам надо быть внимательнее, чтобы вот отследить ещё, вроде игроков, ещё пауза за отследительной бригадой. Не появится ли свет, потому что следует сделать паузу. Кольчанёк. Шайбы Малахов. Жамбал. Ну, не надо торопиться, не надо. Ломакин. Бросок. Вот такого возьмётся его Малахов. Паузыщетки. Кравчук. Касатонов. Касат. Касат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Удаление, причем удаление в сборной Советского Союза Кослов покидает лед на 2 минуты за толчок соперника Но это сразу можно было определить, что нарушение в нашей команде Поскольку шайб это был у наших хоккеистов И тут же последовал звездок Теперь уже преимущество на стороне чехословацкой команды У них на одного игрока больше Давай, hijo Субтитры создавал DimaTorzok Хорошая была комбинация Если бы завершилась, она взятим ворот Здесь Публика разбирается в хоккеистов И такой вдох Восхищение, что ли, был по поводу вот этой комбинации чехословской сборной Будас Ровно 4 минуты до финальной сирены Будас Ну и на правом Мусилу Елиня Ну задача сейчас у сборной Словакии Особо не рисковать Нет смысла в этом Так поддержать шайбу Ну если не удается войти в зону сборной Советского Союза Ну и не надо Вот здесь бы шайба осталась У хоманки Королёв Я вышел на поле уже Козлов Так что в полном составе играет Вот не то есть Горосов 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 Мне кажется запоздала их тур Нашей командой И как же мне даже показалось Что в третьем периоде Так себя немного Пришли Наши хоккеисты Ну естественно что соперник В общем по другому Несколько действий Тем более что уже на второй И в минуте третьего периода Была заброшена пятая шайба И уже окончательно все стало ясно Миронов Муртил Это Ломакин Муртил 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 Сладенький бросок в сторону ворота Один из самых наших результативных защитников В нынешнем хоккее Фёдоров Паром 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 И гасок Ни за что Выбрасывание В зоне Чуть-чуть больше минуты До конца встречи Одна минута Паром Забросил Кто-то может сказать Что да вот удача Сегодня была на стороне Чесловак Команды Да я думаю что Удача сопутствует Тем кто Как правило лучше Готовит к зверям И изучает тщательно Я конечно не хочу сказать Что наши тренеры Не изучили Наверное как они Слабые и сильные стороны Были рассмотрены Ну так уж сложилась Сегодня игра И все таки следует Еще раз подчеркнуть Что Ник Марьян Ник Штаренков Просто не выручили Команды Сегодня с этой встречи Нет они не подвели Сложную Советскую Союз Ну вот Не хватило Не знаю Может быть Надежности Вверх надежности В двух-трех эпизодах Может быть Все и по другому Как отбор Просов Заводовал Федоров Миловорот Кравчук Просов Гол Федоров Забрасывает Вторую шайбу 5-2 Выигрывает Чехословакская Команда Вот так Знаете Сразу Без подготовки Бросил Поворотом Ну что же 22 секунды Осталось Играть Командом У нас Шайбы Напомню Что-то Забросили Федоров И Сначала Вернее Завнов А потом Уже Федоров Причем Федоров На последней Минуте Встречи 5-2 Ну еще Напомню О том Что Матч Минуте Швеции И Минуте Минуте Встреча Американской Команды Но остается Ждать Результат А последней Встречи Сегодняшнего Игрового Узна Между командами Канады И Финляндии Эта встреча Стоится Ну а хоккеистам Было Не до красот Ооо